Доброе утро, дорогие мои! Сегодня мы собираемся в зимний поход на улице минус 10 и я покажу вам, как правильно одеться по принципу капусты, потому что постоянно получаю одни и те же вопросы. Первый слой у нас идет нижнее белье. В моем случае это спортивное белье. У меня нет никаких шлеек, грудь хорошо держится, майка натягивается, сделано все из синтетики. Если мы вспотерим, то мы не будем мокрые. И носки у меня лыжные. Под низ можно одеть еще одни носки из мелиносовой шерсти, но я тогда не помещусь в ботинки. Второй слой у нас идет термобелье. Термобелье не греет. Термобелье сохраняет наше тепло от нашего тела. В моем случае это тепленькие штаны и с длинным рукавом вот такая вот хорошая кофточка. Следующий слой. Я одеваю флисовую кофточку. Одеваю вот такие штаны, у меня для походов. Внизу они на резинке. И внутри идет небольшая прослойка флиса. Достаточно теплые, но в то же время не промокаемые. А так как мы идем в поход на снегостопах, это очень важное качество, чтобы вещи были не промокаемые. Следующий слой. Я одеваю тоненькую куртку из мембраны, которая будет меня защищать. И теперь есть несколько вариантов. Если я иду в обычный поход к ваннеру, я могу одеть сверху софт шельяки. Это легкая куртка, непромыкаемая, непродуваемая. Внутри бывает она на флисе, бывает она более утепленная. Поэтому нужно одеть ее сверху. Либо очень удобная вещь, которую себе таки обрести. Покупала я в декатлоне. Вот такая вот удобная жилетка, которую всегда можно для собой. Очень быстро ее раскрыть. И вдруг, когда похолодает, налетела тучка, пошел в дождик, у нас есть вот такая защита. Следующий вариант. Когда немножко холоднее, чем в обычном походе, я одеваю сверху лыжную куртку. Всегда лучше перебдеть, чем не гордеть. Потому что раздеться можно всегда, а вот замерзнуть нежелательно. Можно идти так. Но сегодня, когда будет минус 12, меня эта куртка не спасет. Поэтому в моем распоряжении, вот такая отличная Аляска. На натуральном гусином двух перо. И чем она хороша, что одевается капюшон. И можно даже закрыто. Когда сильный ветер, сильный снег, лицо. Вот так пойду я сегодня. А теперь обувь. Если мы идем в снежный поход, в интервандеринг, мы можем одеть вот такие вот классные снеговые. Внутри специальный сапожок, который можно доставать и сушить. Они очень теплые. Эффект сауны по ноге. Ноги будут сто процентов в тепле. И не промокнут. Но, так как мы идем на снегу, то нам нужна стабильная обувь. В моем случае, это обычные меховые подземки. Здесь не важен какой протектор, потому что мы будем одевать все равно сверху. Резиночкой, закрывая вниз, можно одеть гамаши. Вот так вот это выглядит. Если речь идет о горном походе, то, естественно, выбираем вандериншой, горные ботинки, которые будут с хорошим протектором. Особое внимание хочу уделить горным ботинкам. Значит, на что важно обратить внимание. Ботинки должны быть с отличным протектором, иметь защиту от камней на носке и на пятке. Я стараюсь их все время мыть, но, как говорит мой Беат, обувь должна быть такая, чтобы было видно, что ей пользуются. Значит, очень важное качество, что желательно, чтобы они были высокие, защищали щиколотку. И здесь плотно они прилегали к ноге. Нигде не давило. Естественно, шнуровка, которая будет крепить обувь к ноге. И самое важное, не берите, пожалуйста, обувь онлайн. Идите в магазин, где есть отличные специалисты, которые подберут именно для вас удобную обувь. И в этом случае вы можете даже после похода, если вам где-то что-то натерло, вернуть ее обратно. Важный момент еще. Не забываем про шапки. Шапка может быть обычная, спортивная, любая. Абсолютно. С болгоном, без которой вы будете себя чувствовать комфортно. Либо, если не так уж холодно, как сегодня, можно надеть повязочку. Но очень советую женщинам обратить внимание на длинные волосы. Обязательно собирайте их в хвост, потому что в моем случае произошла катастрофа, когда волосы были распущены и сзади, сверху была шапка, сзади был капюшон с мехом, у меня образовался колтун, который расчесать было невозможно. Очень важно не забывать про средства защиты. Зимой это крем солнцезащитный, защита от ультрафиолета, а также крем, защищающий нашу кожу от холода. Не забываем про помадку. Ну и самое важное. Мы защищаем наши глаза. Очки должны быть спортивные, с достаточно широкой дужкой, чтобы солнечные лучи не проникали к нам в глаз со стороны. И очень важно, даже если нет у нас солнца, но лежит белый снег, мы всегда одеваем очки, потому что ожог нашей рукавицы очень страшная вещь. И мы всегда должны об этом помнить. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, не скупитесь, оцените мою работу. И самое главное, не забывайте, что вещи должны быть не просто красивыми, они должны быть удобными, а также не стеснять ваших движений. Все, что идет под курткой, должно быть в облипочку, чтобы сохранялось наше тепло, а куртку возьмите на 1-2 размера больше. И имейте в виду, что все эти вещи, которые вы сейчас одели, они легко снимаются, складываются, не занимают много места. По весу они очень легкие, компактные, их всегда можно спрятать в рюкзаке. Но лучше иметь их при себе, с собой, чем замерзнуть и испортить настроение себе, всей группе, сойти с дистанцией, ведь нам это не нужно. До встречи в новом туре!